Встреча на Афоне Во время молебна в храме президент находился на очень чтимом тронном месте, где имели право быть византийские императоры, и где за почти тысячелетнюю историю монахи удостаивали чести, находиться лишь немногих посетивших Святую Гору. В вашем лице, господин президент, приветствую благочестивый русский народ. Братья Святой Горы Афон, хочу поблагодарить за теплый прием. Я здесь в первый раз. Всегда чувствую особую теплоту, доброту и самое лучшее отношение не только ко мне, как к главе российского государства, а к русскому родовцу. Впервые Путин побывал на Афоне в сентябре 2005-го. Он стал первым главой российского государства, который посетил Святую Гору. До него здесь бывали лишь великие князья императорской фамилии. Тогда все обратили внимание на невероятный знак, о котором рассказал и Родиакон, и встафи. И вот прямо перед ним этот мул по какой-то причине вдруг выскочил на дорогу и побежал строго посредине, впереди президента. Я вам скажу, такого не было никогда на Афоне. Вот чтобы мул, там, посвел, как называемый, не важно, чтобы бежал впереди какого-либо транспорта. И когда на обратном пути мы уже возвращались. Когда Владимир Владимирович из-за поворота как раз тут машина появляется, этот мул как ждал. Тут же мгновенно прям выбегает на дорогу, разворачивается. И за этим смотрели уже и моя машина. И начинает бежать в обратную сторону вверх, что труднее на подъем. Раз это произошло, я думаю, это какой-то знак Божьей Матери, как покровительница Афона. В нынешнем посещении Афона Путиным было, утверждают святогорцы, тоже немало символов. Эту пергаментную греческую рукопись первой половины 11 века, которую афониты считали давно утерянной, сохранили в Государственном историческом музее. В торжественный день президент России вернул реликвию монашеской республике. Пантелеймонов монастырь был основан в 1169 году. Столетиями он пользовался покровительством московских царей и российских императоров. В 1913 году здесь жило 5000 русских монахов. Самая большая община на Афоне. После революции монастырь пережил трагический разрыв с Россией, когда в обители осталось лишь 7 монахов. Но сейчас тысячелетняя традиция восстанавливается. Сюда приезжают монахи и иноки, поддерживая неугасимый огонь лампады тысячелетнего монашества. Я впервые посетил Афон более 40 лет тому назад. И мне предстала страшная картина. Вот все то, что видите, эти огромные корпуса, прекрасные храмы, все это стояло, но стояло как призрак. И с какой радостью сегодня мог наблюдать то, что я увидел. Я не был здесь 40 лет назад, как святейший патриарх московский в Северусе, но был здесь в 2005 году. И могу сегодня засвидетельствовать, что изменения невероятные, просто чудесные. Хотел бы пожелать процветания вашей обители, а всем вам долгих лет жизни и крепкого-крепкого здоровья. Помогай, Господи. Христос воскресе. Воистину воскресе. К святыням монастыря, мощам преподобных и угодников, среди которых и мощи целителя Пантелеймона, президент Путин, приложился с особым почтением. Везде на Афоне Путина сопровождал президент Греции. В нем ранее... Субтитры создавал DimaTorzok